Доброе утречко, мои любимые парфюмерные маньячки! У нас опять пока не встало солнышко, я стремлюсь успеть вам рассказать. На этот раз рассказ будет о маминых духах, или в данном случае о духах моей свекрови. Она мне сделала большой подарок, она мне нашла свои любимые ароматы, которые у нее любовно хранились все эти годы, даже коробочки сохранились. Это просто потрясающие бутылочки, по большей части пустые, потому как действительно ароматы были любимые, уже использованы. И я могу вам теперь немножко устроить такое ностальгическое видео, оно мне самой будет интересно, посмотреть, что, чем душились наши мамы, и вообще, что же происходило в парфюмерном мире годов 70-х, 80-х, 90-х, наверное. Вот у нас будет такой экскурс, если кому интересно, берите чашечку чая или кофе с утра, и давайте поболтаем на эту тему. Начну с таких, которые я даже не нашла в интернете, описания, но, может быть, вы их узнаете. Вот сохранилась даже коробочка, название вот такое. Бутылочка мне показалась такой довольно простенькой. Я подумала, что это вряд ли что-то такое сильно дорогое, но, тем не менее, обнаружила на упаковке цену 25 рублей. Чтобы было понятно, с чем-то сравнить, кто не знает, например, у меня, как у начинающего библиотекаря, была зарплата в те годы 80, по-моему, рублей. И мы покупали квартиру, мама покупала кооперативную, то вот однокомнатную, где я до сих пор живу, и надо было выплачивать тоже 25 рублей. И я очень хорошо по квитанциям квартирным это помню. То есть, это духи и стоимость однокомнатной кооперативной квартиры. Ну, выплаты, конечно. Вот, так что интересно, кстати, до сих пор такой вот запах, если принюхается, пахнет французскими духами. Удивительно, конечно, что ароматы тех времен настолько яркие, настолько сильные, и что вот спустя там 30 лет они сохраняют вот все свое великолепие. Никуда ничего не портится и держится, в общем, можно было бы и сейчас пользоваться, только сейчас уже другие направления в ароматах. Вообще интересно себе в то время кому-то вот дать, понюхать теперешние духи, как это все изменилось. Это же настолько необычно, потрясающе. Еще какие-то... Ну, это, наверное, такой был тогда масс-маркет, более-менее, потому что бутылочка простенькая, с пластмассовой тут крышечкой, ну, и оформление само простое. Духи назывались вот так. Может быть, кто-то их вспомнит, опознает. Просто будет интересно. Тем не менее, аромат такой... Ну, сейчас уже хуже чувствуется вот этот. Ну, такой свеженький, достаточно приятный. Еще один, ну, далеко не свеженький. Называется яблоневый цвет, но сейчас это скорее яблоневый уксус. Я пыталась его понюхать, но это нет. Это, конечно, не для слабоверных. Тем не менее, и сейчас подобные варианты выпускаются. Только уже, скажем, там не яблоневый цвет, а вот у меня есть чайная роза. А тогда, помните, тоже были попытки создания моноароматов. Это рижская сирень от Зинтерса. Или, что я еще вспоминаю, ландыш серебристый вспоминаю. И, ну, какие-то еще были такие вот моноароматы. Тоже безумно кричащие, яркие. Там шли всегда за обладательницей этого аромата, тянулся на 3 километра. Ну, пользовались таким. Тем не менее, это вот наши какие-то воспоминания первых запахов из детства духов. Поэтому тоже память, тоже ностальгия, воспоминания. Еще одни духи. Ну, такие, наверное, не очень известные, хотя кто-то, возможно, их узнает. Они были выпущены в Харькове. Группа Экстра написана. Цена 5 рублей. Объем небольшой. Кстати, вот такая маленькая бутылочка совсем. Есть, сохранились на дне немножко. Можно тоже было бы попробовать потестить. Ну, давайте уже к каким-то более известным перейдем, потому что надо уже что-то такое впечатлиться надо. Очень-очень дорогущие, наверное, были. Цены не нашла, но предполагаю, что дорогущие, потому что ланком, парфюм. Сколько у нас тут миллилитров? 14 миллилитров. Маленький такой объем, который сейчас не выпускается. Духи назывались... Покажу название. Я бы произнесла его как Секим, но, возможно, оно произносится иначе. Вот такой вот парфюмчик, такой маленький бутылечек. Крышечка откручивается. И вот здесь аромат, я думаю, что он такой, какой он и был раньше. То есть чувствуется направление, чувствуется вот это прелестное совершенно, кстати говоря, потрясающе. Вот это вот реально французские духи из моего детства. Как мне вспоминается на некоторых шикарных женщинах. Что у нас там было? Они относились к группе Восточно-Цветочной и год производства 71-й. Там у нас альдегиды. Как всегда в духах того времени были альдегиды. Гордения, Гальбанум, Тмин, Бергамот. Вот это сочетание Тмина и чего-то такого. Чем-то мне, кстати, они напоминают... Я думаю, что духи Сислой, Сойер де Луна или как-то так. Вот эти тоже такие яркие, такие восточные. Гвоздика в нотах сердца, Ирижа. Гвоздика тогда тоже была почти везде. Поэтому они и были такие безумно насыщенные, яркие. Я сейчас, если встречаю в современных духах гвоздику, она тяжело воспринимается, потому что уже нас и не те направления не то. Сейчас все такое фруктово-компотное, нежное, прелестное. А вот это, конечно, ядреная такая. Тяжелая артиллерия, я бы сказала. Ну, тема прелестнее. Не дочитала я вам состав. Ну, в общем, это уже и, наверное, не настолько важно. Такая прелесть. Как здорово, что сохранились даже упаковочки. Я сейчас так жалею, что я вот покупаю духи, и я чаще всего эту упаковку выбрасываю, потому что, ну, в плане хранения неудобно, как бы место очень много занимает. А вообще, вот спустя, может быть, 30 лет, я бы кому-нибудь вот так же отдала бы, и кто-то бы, может быть, с такой же ностальгией и восторгом поперебирал бы все эти коробочки духи. Надо сделать вывод, не выбрасывать коробочки. Вот такие производства Фармахим, Ален Мак, тоже 14 мл, духи Сигнатюр. Мне кажется, что такие многие могут вспомнить, потому что, очевидно, они не были настолько дорогие. Так, нету цены, нету цены, цены нету. Они болгарские, насколько я помню. Там болгарская роза, тюльпан, мандарин, мускатный орех, магнолия, ирис, мускус, сандал. Есть еще жидкость во флакончике. Наверное, уже подиспарилась и стала такой прямо вот коньячный, как будто коньяк вот настаивается. Чем он дольше настаивается, тем, говорят, лучше. Ну и сейчас попробуем понять, лучше ли эти духи. Но сравнивать не с чем. Я же не знаю, какие они были вначале. Нежнее, чем предыдущие. Может быть, это самое... Уже запах изменился. Более нежные. И поэтому, мне кажется, что, может быть, были даже более востребованы и более доступны, потому что все-таки болгарские, но вряд ли бы они стоили, как французские. Вот, тем не менее, вот такая вот прелесть. Кто помнит, расскажите. Расскажите о своих духах детства, о своих первых духах. Я вот, к сожалению, не помню, какие у меня были первые. Наверное, что-то из Дзинтерса, скорее всего, своего родного заводика. Вряд ли я там покупала какие-то французские духи. Не было у меня тогда такого увлечения, не было тогда лишних денег, скажем так. Ну, и сейчас особо лишних нет, но, по крайней мере, могу себе иногда что-то позволить. Очень интересно, я нашла коробочку духов Версачи. Вот так она выглядела. И с удивлением обнаружила название Версус. У меня тоже есть Версачи Версус, но, очевидно, это уже совершенно даже не то, что другое издание и переиздание, а что-то совсем другое. Потому что в этих... Кстати, эти вроде не такие старые. По-моему, 98-го года. То есть они вообще почти новенькие. Их даже, наверное, можно где-то еще и на каких-то сайтах купить. В магазинах, конечно, нет. Это уже будем считать снятости. Там была корица в первых нотах. Корица, белый кедр, лайм, апельсин, гвоздика, мандарин, жасмин, мускус, ландыш. Вот такое тоже довольно интересное сочетание. Я видела такую мужскую версию, мужская версия в таком же виде, только с голубенькими точечками. А это вот в бархатном таком интересном пенальчике, или как его назвать, не знаю. Вот такие тоже были. Забавное. Забавное оформление, интересные духи. Я представляю, как это все было. Тогда при покупке ты доставал все это. Это было такое прямо священное действие, раскрытие этих духов и владение этими духами. Все коллекционеры меня поймут. Мы все сумасшедшие на этом владении чем-то таким раритетным. О, в конце будет интрига. В конце я вам покажу кое-что, что меня саму настолько поразило, не ожидала вообще. Ну, подождем еще немножко до интриги. Духи Клима. Ну, кто их, не знал. Не знал, не знает. Они до сих пор выпускаются уже в какой-то совершенно иной, конечно, переделанной версии. Но, может быть, какие-то ноты-отголоски еще от этих первых есть. Тоже 14 мл. Питерф, Ланком, Клима Парфюм. Вот такая коробочка. И такая чудесная совершенно маленькая бутылочка с притертой крышечкой. Как мне нравились эти старые духи с притертыми крышечками. Не было никаких этих... Ой, солнышко начинает светить. Распрыскивать или надо прятаться. И, конечно, аромат, он сохранился. Может быть, я не знаю, насколько точно он передает то, что сейчас. Но аромат, конечно, очень изысканный, очень французский, очень красивый. Что тут скажешь? Что у нас там было, кстати говоря? Клима духи 67-го года. Там у нас фиалочка, персик, жасмин, ландыш, бергамот, роза, нарцисс. Ну, в нотах сердца опять альдегиды, розмарин, тубероза, сандал, бобы тонка, амбра, мускус, цвета, бамбук, ветивер. Многие говорят, что чем-то напоминает сейчас Кузнецкий мост эти духи. Вот не знаю, если кто знает и то, и другое. Скажите, действительно ли духи Новый Зарик, Кузнецкий мост напоминают? Ну, хотя бы, как говорят, в том направлении движутся. Просто любопытно. Так, еще одни такие, прямо скажем, очень французские. Так, солнышко, не поднимайся так быстро. Парфюм Гайла Рош, Париж, Озе, в общем, что-то такое очень интересное. Сейчас я скажу вам, какой это был год. Это был у нас 78-й год. Те же альдегиды, кориандр, цитрусы, персик, сандал, почули, ирис, жасмин, ветивер, кедр, роза, мох, амбра, мускус, бензоин. Безумное. Безумное, безумное сочетание всего интересного. Были переиздания. И если кто интересуется, сейчас расскажу разницу. Я теперь уже знаю, что самое первое издание, они где-то с 77-го года до 85-го выходило три версии. Вот первая версия была коробочка такая, надпись белый и белый вокруг вот этот ободок, а внутри духи лежали на белом картоне. Во второй версии они уже был золотой ободок и лежали на белом бархате. У меня, возможно, третья версия, потому что они лежат на красном бархате. Вот так они выглядели. Очень красивый, конечно, флакон. По тем временам не сильно заморачивались красивыми флаконами. Только не гавка и муха, она слышит там на улице. Сейчас выбегают соседние собачки, может сейчас нам залаять, но надеюсь, ей будет лень. Что-то потрясающее, опять же, с притертой пробочкой и аромат, ну, мне кажется, что немножко уже подпортился все-таки. Не все ароматы сохранили свою первоначальную стойкость. Все-таки лет действительно прошло безумно много, но это красиво, согласитесь. Мне очень жаль, что сейчас нет именно таких маленьких, ну, кроме миниатюрок, каких-то вот мини-флакончиков, миллилитров на 14-20, чтобы они были вот настолько красиво оформлены. И это, мне кажется, тогда ты держишь как какую-то маленькую драгоценную жемчужинку. Все-таки эти 100-миллиметровые большие флаконы духовки, они тоже бывают прелестнейшие и красивейшие, но вот нету в них вот этой изысканной французской миниатюрности. Правда, прелесть? Думаю, что многие, наверное, знают эти духи, этот аромат. Еще один аромат, который мне как-то кажется смутно знакомым. Я думаю, что я его видела, может быть, на полочках магазинов. Это такая голубая леди. Кто у нас тут? Написано, что это из Дубая. 40 миллилитров. И какой-то рассаси. Цветочный, древесно-мускусный. Там африканский апельсин, иланг-иланг, тубероза, лист фиалки, жасмин, нарцисс, персик, слива, ветивер, мускус, сандал, ламбра, ваниль. Тяжеловесная такая немножко тубероза. Убийственно тяжеловесная. Но красивый. Он такой готически строгий. И в то же время теплый. И вроде бы прохладный. Аромат потрясающий. Вот даже сейчас, насколько можно чувствовать, я бы с удовольствием. Вот таким бы я могла бы пользоваться. Кстати, он очень напоминает духи Эйвен. Оуд Спокен. Есть такие духи. Они тоже в темном флакончике похожи. Оуд Спокен. Бай Ферги. Там есть несколько вариантов. Но нужен вот фиолетовый флакончик. Очень-очень похож. Когда-то мне они показались тоже такими тяжеловесными. Такими немножко унисексовыми. Но тем не менее, если... Я бы сказала один в один. Как интересно. Надо же. Срочно надо будет найти эти духи. И совершить такой слепой затест. Попытаться определить. Вот такой флакончик. Такой аромат. Мне кажется, тоже многие могут его вспомнить. Прелестный. Совершенно. Что у меня тут еще есть хорошенького показать вам? Ну, есть, например, то, что не является, конечно, какой-то очень большой редкостью. Но это снятость. Их больше не выпускают. Я не понимаю, почему не выпускают. Это рок-н-розы, Валентина, Кутюр. Когда-то у меня был фейк. И я им с удовольствием пользовалась. А это не фейк. Это так, как они выглядели на самом деле. Это были прелестнейшие такие духи. В черной, кружевной такой оплёточке с черной розой. Ну, вот это точно готическое. Что-то невероятно красивое. Где-то я записала себе или нет, что там у нас было в составе. Нигде не записала, потому что я помню, что они такие были запахом. Розы очень стойкие, прелестнейшие. Ну, почему, когда такая красивая вещь, почему ее вообще снимают с производства? И больше не хотят. Изумительно красивый флакон. Вот просто даже ради флакона они останутся и будут лежать, потому что в этом есть что-то завораживающее на самом деле. Я думаю, многие помнят этот аромат. Вот такая красота. И из того, что не снятость, она была куплена в те годы, и до сих пор они есть в продаже. И это, наверное, замечательно. Сальвадор Дали. Аромат действительно того времени купленный. Моей свекрови. Но и использованный благополучно. Но вы его можете купить и сейчас. К счастью, это то, что не снялось. Может быть, он немножко будет выглядеть сам флакончик иначе. И, конечно, здесь аромат уже со спреем. Но аромат тот же самый, надеюсь. Вот такие, тоже прелестнейший совершенно флакон. Флакон останется, потому что хорош невероятно. Очень нравится, что Сальвадор Дали все-таки не изменил и не убрал. Это 1981 год продукция. Вот такой вот прелестнейший. Очень красиво все оформлено. Замечательно. А теперь мы добрались, наконец, до интриги. Интрига будет заключаться в духах Дзинтарс, которые также называются Интрига. И еще одни духи Юрмала. Они, кстати говоря, мало того, что сохранились коробочки оригинальные, и там духи тоже сохранились. Но почему-то не были использованы. Может быть, потому что было много всего остального. Сейчас духи Интрига тоже выпускаются. Совершенно, конечно, в другом виде, в другом варианте. Сейчас мы доберемся до них, и я вам их покажу. Вот тогда они выходили вот в таком флакончике, крышечка. А дальше надо было откручивать. Как бы здесь тоже не было еще тогда спрея. Не знаю, почему там были такие проблемы с отсутствием спрея. Вот такие духи. В чем интрига? Я тут пока искала состав, что-то о них почитать в интернете, чтобы вам что-то интересно рассказать. Напала на один московский сайт, московский интернет-магазин, который торгует как раз старыми винтажными духами. И я посмотрела цену. Вот эта цена меня убила просто напрочь. Этот аромат, там есть варианты без коробочки, есть варианты с коробочкой, с коробочкой дороже. Без коробочки он стоит 8 тысяч рублей, с коробочкой 10 тысяч рублей. Вы можете себе это представить. Для сравнения скажу, переведя в евро, что это 146 евро по теперешнему курсу. И надо сказать, что это дороже даже, чем 100 миллилитров моих замечательных духов Терри Гинсбурга, которые я считаю все-таки дорогими для себя. Я не представляю, кто покупает, наверное, какие-то безумные совершенно коллекционеры за такие деньги духи Дзинтерс. Потому что, конечно, аромат, ну вот если у интриги он еще близок к тому, что есть сейчас, я специально сходила, сравнила, мне было интересно. То духи Юрмала, которых уже нету ни в каком варианте, Юрмала 1, ну они ужасны. К стыду сказать, не могу похвалить, они просто пахнут ужасно. Тем не менее, из-за того, что они теперь вообще не существуют больше в природе и не выпускаются, вот такой был флакончик, видите, практически полный, они стоили на этом сайте 12 тысяч рублей, то есть где-то примерно 170 евро. Так, солнышко, немножко уберусь в сторону. Конечно, это меня просто поразило. Между прочим, нашла там духи Клима, 29 тысяч рублей. В общем, цены, конечно, поражают, удивляют. Вот просто ради интереса, чтобы вы не подумали, что я вам тут что-то сочиняю, я вам под видео оставлю ссылочку на этот магазинчик. Может быть, вам будет даже интересно найти еще там какие-то ретро-ароматы, вспомнить. Ну, это удивляет вообще, откуда они, у кого сохранились, чтобы попасть в этот магазин. И такие цены. Вот что значит коллекционирование. Когда что-то снято, что-то закончилось, у нас наступает какое-то безумие в глазах наших парфюмерных хомячков. И они считают, что если у них этих ароматов не будет, то они просто погибнут какой-нибудь мучительной смертью. Наверное, и они бегут и вот покупают по таким ценам. Это, конечно, для меня высший пилотаж. Я до этого еще не дожила. Вот такие потрясающие для меня, конечно, сегодня тоже было вместе с вами окунуться в мир вот этих старинных, старых, винтажных, ретро и всяких разных снятых ароматов. Действительно, расскажите о том, какие у вас воспоминания остались о тех временах, о тех духах. Что бы вы носили сейчас из того, что было тогда? Вот интересно, потому что на самом деле они все-таки отличаются очень сильно. Они, ну, такие резкие, такие. Прямо, может быть, разве что-то каким-то вот намазом чуть-чуть. Я понимаю, почему не было спрея. Попробуй со спреем вот что-то такое на себя нанести. Ты же убьешь всех. Это химическая война просто будет какая-то для окружающих. Но вот намазом, наверное, они были великолепны совершенно. Расскажите, будет очень интересно послушать, потому что у меня мало воспоминаний моих личных о тех временах. Вот я вам показала духи моей свекрови. Какая она вообще замечательная, что она все это сохранила, эта память. Это прекрасно. А еще, оказывается, и заработок, если удастся все это кому-то предложить. Все. Пока-пока на этом. Хорошего вам денечка. Хороших вам душистых всяких разных сюрпризов приятных, ароматных. Рассказывайте о своих впечатлениях прошлого. Рассказывайте о своих рукахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах